Если вам кажется, что ваша рассада какая-то хилая, или вы собираетесь ее пересаживать, то эта подкормка, которую мы сейчас приготовим в домашних условиях, будет способствовать быстрому росту и развитию не только корневой системы, но и конечно же новых листочков. Без каких-либо затягиваний сразу начинаем готовить подкормку. Нам понадобится всего лишь кусочек черного хлеба, да пол-литровая банка. Хотя нет, еще один компонент надо будет, но о нем чуть позже. Берем черный хлеб и разламываем его на маленькие кусочки и закидываем в банку. Если у вас сухари есть какие-то, тоже пойдут, можно их измельчить и закинуть. Нам надо набрать примерно пол-пол-литровой баночки. Как многие уже догадались, далее нам понадобится взять обычную отстоявшуюся воду и наполнить нашу баночку водой. До самого верха, естественно. Не забываем, что после этого нам надо добавить сюда всего лишь одну чайную ложку сахара. Вот у меня вот такая вот небольшая ложечка, она примерно как чайная. Насыпаем и теперь все это дело хорошенько перемешиваем. Закрываем крышкой и оставляем на два дня в теплом месте. Спустя два дня нам всего лишь надо будет взять друшлаг и процедить наш раствор. Хорошенечко, чтобы крошки не попали в наш раствор, через друшлаг я все это дело процедил. Далее берем обычную воду и разбавляем наш раствор в соотношении 1 к 3. Добавляем 1 часть раствора и в нее добавляем 3 части воды. Но последнее, что надо будет сделать, добавить всего лишь 2 чайных ложечки молока. Все это дело перемешиваем и наша подкормка для томатов готова. Сейчас я подкормлю под корень наш томат. Всего лишь 2 чайных ложечки будет достаточно для нашей корневой системы. Ну а потом мы возьмем наш пулевилизатор и сделаем опрыскивание еще по листочку. Вот такой вот интересный способ подкормки томатов я вам сегодня показал. Если, друзья мои, вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Всем больших урожаев, крепкого здоровья и будьте счастливы. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.